Здравствуйте, уважаемые наши зрители, постоянные подписчики и новые гости канала. Мы продолжаем цикл передач о нюансах коллекционирования, призванные помочь начинающим, ну и не совсем начинающим нумизматам, грамотно ориентироваться в мире монет, разобраться в возникающих в процессе выполнения коллекции вопросов. Судя по реакции на предыдущий выпуск, в котором я вместе с вами оценивал, изучал многообразие палитры Патины, мы идем в правильном направлении, и информация, которую наш творческий коллектив хотел донести до вас, знания, которыми мы хотели с вами поделиться, нашли своего зрителя, что очень-очень приятно. А тема сегодняшнего выпуска, сегодняшней нашей с вами беседы – азы. Разберемся вместе, что же такое коллекция, и всегда ли большой, солидный, толстый альбом с монетами можно назвать коллекцией. Чем коллекция отличается от просто горсти монет, разложенной в планшете или альбоме, и как эту горсть привести в то состояние, когда ее можно было бы считать коллекцией. Обо всем по порядку начнем. Очень часто на выставках, на нанизматических мероприятиях и встречах ко мне подходят люди с просьбой посмотреть, оценить их коллекцию монет, собранную ими самими лично, либо доставшуюся по наследству. И в большинстве случаев вы, к сожалению, то, что я вижу, коллекцией назвать никак нельзя. Пара-тройка серебряных рублей империи лежит по соседству с алюминием соцстран второй половины XX века. Следующая страница альбома густо представлена юбилейкой СССР, между которой скромно спрятался видавший виды затертый Екатерининский медный пятак. А далее идет разношерстная ходячка Советского Союза, СНГ и чего-то непонятного, экзотического. Господа, коллекции – это прежде всего систематизация. Систематизация одной выбранной темы. И неважно, что это невероятно дорогие рубли Петра или же вполне бюджетные монеты современного мира, несущие на себе изображение, например, бабочек. Вне зависимости от стоимости и количества этих монет, такое собрание уже можно считать коллекцией. Она имеет определенный смысл, направленность и тематику. Она логична, последовательна и понятна. При выборе темы коллекции каждый, конечно же, сам решает, что и как он будет собирать. Это может быть тема одного номинала, одной какой-то конкретной страны или определенного сюжета на монете. За годы работы в качестве эксперта мне приходилось видеть довольно-таки много коллекций. И вот два вам ярких примера. Мне известна коллекция, состоящая менее чем из десятка монет. Это портретные рубли Екатерины Великой, собранные по типам монеты в исключительной сохранности и ярком штемпельном блеске. Придирчиво и избирательно они собраны были человеком за несколько десятков лет. Маленький деревянный планшет с шедеврами медалирного искусства 18 века. В качестве второго примера хочу привести вам недавно увиденное мной собрание. В трех больших альбомах соседствуют как петровские рубли, так и современные десятки, и советские, и российские, золотые с победоносцами, редкие разновидности советской довоенной ходячки и серебряные труфы старой Европы. Несомненно, эти три альбома значительно дороже планшетика с екатерининскими рублями. Но имеет ли право это собрание называться коллекцией? Отличная подборка интересных монет? Да, несомненно. Качественным инвестиционным материалом? Да, естественно. Но коллекции, пожалуй, нет. Из этого собрания можно создать коллекцию, каким-то образом определившись с темой и превратив лишнее и ненужное в недостающее. Но на таком этапе эти альбомы всего лишь кучка дорогих металлических кружочков. А вот маленькое собрание екатерининских портретов – самая настоящая коллекция, вызывающая гордость как владельца, так и неподдельную зависть коллег. Надеюсь, эти сравнения помогут вам понять и разобраться, что же имеете вы – коллекцию или же пока только собрание, готовое в коллекцию эволюционировать. На этом у нас на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!